Чем дальше уходят в прошлые годы, связанные с советским периодом нашей истории, тем ярче и дороже становится подвиг старшего поколения. О подвигах боевых и трудовых написано немало, но и написано сверхмалая доля всего того героического и будничного, что совершали советские люди. Особое место в этой кипучей и созидательной жизни занимал ленинский комсомол. Это привычное для старших поколений словосочетание становится все менее и менее знакомым для молодежи 21 века. А это незаслуженно. Комсомол – это одна из самых светлых страниц советской истории. И тогда вместе со всей молодежью страны десятки тысяч дел, больших и малых, вписали в свою летопись комсомольцы и молодежь за Байкалию. Перелистывая страницы истории комсомола, мы ощущаем дыхание эпохи, видим неповторимую связь времен и поколений. Каждое из которых внесло в историю свою неповторимость, свою биографию, свое мужество. На каждом историческом рубеже комсомол выдвигал из своей среды тысячи и тысячи молодых героев, прославивших его своими подвигами. Их пример беззаветного служения Родине, народу, всегда будет в памяти нынешних и будущих поколений. В Малом Камерном Зале Дома Офицеров состоялось праздничное мероприятие, посвященное 101-й годовщине образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Ну, я считаю то, что все-таки наша армия тоже следует от ЛКСМ, потому что мы видим все основные моменты ЛКСМ, то, что военно-патриотическое воспитание и у нашей нынешней молодежи должно развиваться это все. Комсомол, это юность моя, с комсомолом не расстанусь, буду вечным молодым. Вот тот период времени присущ, вот особенно производственному комсомолу, в промышленности, на транспорте, в строительстве, вот в оградном комплексе, присущ такой порыв ударничества. Вперед, крепить экономику с Забайкалья, чтобы забайкальцам жилось лучше, в материальном достатке, чтобы строились огромные заводы, чтобы развивалась именно индустриальная Забайкалья, даже не аграрная, а индустриальная Забайкалья. И везде комсомол вперед под флагом берем высоты. В ходе мероприятия с приветственным словом к участникам, представителям молодого поколения, обратились ветераны комсомола Забайкалья, которые вспомнили славные страницы истории комсомольского движения. Нам с вами сегодня приходится, наверное, иногда улыбаться, когда кто-то с экрана телевидения, телевизора, говорит, вот мы создали Юна Армию, ой, какое великое дело. Ну, Юна Армия была создана давным-давно, даже название немножко гипертрофировали, но оставили. Это здорово, что все возвращается. Я смотрю телевизор, опять же, вижу, где-то там в Пермиле, где-то проводится слет творческих коллективов студенческих строительных отрядов. Вот инновация какая-то, что-то возьмем. Забыло это все уже. И вот это поколение сидящих здесь, все своими руками, как говорится, права бы делали. Через школу комсомола прошло, слышали 200 миллионов будущих девушек. Каждый из них вложил свою частицу, пруда, деятельность комсомола. Это и есть история комсомола. Также в рамках встречи был сформирован состав Оргкомитета по подготовке празднования Столетия Комсомола Забайкалья 12 января 2021 года. Далее состоялся праздничный концерт артистов ансамбля песни и танца Дома офицеров Забайкальского края. Приемника легендарного коллектива, лауреата премии Комсомола Забайкалья, ансамбля песни и пляски Ордена Ленина Забайкальского военного округа. Концерт был наполнен комсомольскими песнями, лирическими произведениями о родине, которые позволили гостям окунуться в прошлое, вспомнить свою комсомольскую молодость. Веселей, ребята, выпало нам Строить путь железный, а короче вам Весел прямо, вешу тайгу, Детская и прямо, с новой куртой. ПЕСНЯ 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 История Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи Это часть истории страны. Лучшие представители комсомола всегда были первыми, выбирали трудные пути, защищали родину в годину ратных испытаний, возводили новые города и поселки, осваивали целину Сибирь и Дальний Восток, активно участвовали в патриотическом движении, в реализации молодежных проектов в сфере науки, культуры, образования, спорта. Миллионы юношей и девушек в возрасте от 14 до 28 лет прошли в его рядах школу воспитания, взросления, гражданского становления, мужества и героизма, проще говоря, школу жизни. Комсомол ушел в историю, но память о нем еще долго будет согревать душу тем, кто всегда жил по принципу, раньше думая о родине, а потом о себе. Единственный друг, дорогой комсомол, ты можешь на нас попружиться, мы пройдем в бой, чтобы ты, в сами небо голубы, не останусь комсомолом, буду вечно молодым, не останусь комсомолом, буду вечно молодым. Пресс-служба Дома офицеров